Итак, друзья мои, меня зовут Александр, у меня порядка 10 лет опыта в HR, но мой опыт уже вышел за рамки HR-сферы, и сейчас моя позиция уже в нечто в другом. Если ближе к HR, я работал ни в одной стране, ни с одним бизнесом, это была и розница, и IT, и большой юридический бизнес. И IT как аутсорс, так и продукт, и это были самые разные роли, начиная с рекрутмента, потом управленческие позиции, потом позиции HR-D, и моя текущая позиция уже не в HR, моя позиция операционной директора аутсорсинга в IT-компании, которая находится в Киеве, и у меня взгляд на HR в частности, на HR-аналитику, конечно же, уже немножко под другим углом. И отвечаю я за аналитику компании в целом сейчас. А интерес к HR-аналитике у меня примерно лет пять тому назад возник, это были различные кейсы рабочие, это было различное обучение, самым разным аналитическим приемом, инструментом, и, собственно говоря, сейчас у нас уже, наверное, там восьмая группа по счету. И уже года два примерно я веду наш курс, собственно говоря, я его автор и ведущий. Это если вкратце. Друзья мои, как построен курс? Давайте я в двух словах расскажу, и буду рад услышать фидбэк с вашей стороны. Я не знаю пока нашу аудиторию, мне очень важно понять, хотя бы уровень позиции ваш. Кстати, пока я буду рассказывать о курсе, я буду рад, если вы пропишите в чате. Можно не называть компанию или называйте по вашему желанию, мне интересен ваш уровень позиции и сфера бизнеса, кстати. А, собственно говоря, если я курс, то у нас есть семь занятий, одно занятие в неделю и, собственно говоря, как все построено. Сегодня у нас вводное занятие, это означает, что мы будем в большей степени, ну, такой, знаете, лайт-версия, собственно говоря, урока. Это означает, что мы поговорим больше о аналитике с точки зрения практики, задач, откуда она взялась, какие ее особенности на разных этапах развития компании. И под конец занятия мы уже зачерпнем, ну, я бы сказал, ну, такой уже предметный вопрос, и дальше будем развивать его на занятии втором и третьем. Спасибо большое за ваши первые ответы. Спасибо, Ира, спасибо, Оля. Good. Разный бизнес. Здорово. IT-outsourcing. Вот как близко это все, поскольку сейчас развиваю IT-outsourcingную компанию и будет о чем поговорить. Вот, собственно говоря, тут надо понимать с точки зрения программы, что сам HR-менеджмент, он не учит аналитическим подходам. Собственно говоря, мы еще не раз будем об этом говорить, что HR-аналитика позаимствовала уже те знания, которые есть в аналитике, которые применяются в аналитике продажи, аналитике маркетинга, я не знаю, где еще. Ну, возможно, только не в аналитике финансов, поскольку там немножко другая история. И мы будем потихоньку погружаться в другие области, в области статистики, в частности. Это будет с наших два следующих занятия, поскольку без определенных специальных приемов мы не сможем, не то чтобы мы не сможем ничего анализировать, что-то мы там можем анализировать, и даже без знаний статистики. Но мы не сможем смотреть сквозь цифры, мы не сможем дойти до какого-то, знаете, некого advanced уровня работы с данными, если мы не будем знать никаких основ с этой наукой. Будем говорить о социологии, в частности, тоже. И оттуда мы немножко подчеркнем, поскольку все, что касается HR-опросов, все, что касается работы с забором информации, да, работы с социальными группами, это тоже аналитика, и это один из трендов HR-аналитики, еще не раз об этом скажу тоже, сам HR опять-таки этому не учит. И остальные, собственно говоря, уроки где-то в серединке, скажем, да, они будут посвящены отдельным HR-функциям и аналитики у них. О чем имеется в виду? В первую очередь, рекрутмент, поскольку рекрутмент – это один из самых поддающихся процессов для аналитики, надо действительно анализировать есть что. Дальше будет адаптация, работа с вопросом мотивации, лояльности, вовлеченности. Отдельный урок будет посвящен индикаторам, вот о чем пишут в чате. Хотя там, наперед забегая, скажу, что индикаторы или метрики, мы их называем. Кстати, почему-то только в HR называют метрики, как-то маркетинг-метрик нет. Это, ну, наверное, процентов 20, наверное, всей аналитики, но не более того. Но хотя, действительно, метрики, мы сейчас об этом скажем еще. Это один из первых шагов компании, которая хочет с точки 0 в плане организации аналитики в HR перейти в точку 1, условно говоря. Таким образом, мы позаимствуем знания с разных областей, возведем это все во что-то воедино, и будем рассматривать HR-аналитику с точки зрения ее применения в таких, я бы сказал, самых важных HR-процессах. Один урок будет посвящен прогнозированию. И здесь мы тоже будем возвращаться к статистике, поскольку мы будем применять некие статистические приемы прогнозирования. Их есть очень много, этих методов. Но не будучи, я прекрасно понимаю, что у нас в аудитории вряд ли образование специалистов в статистике, или в матанализе, или в чем-то еще. И вряд ли нужно углубляться до таких вещей, HR в частности. Но он должен понимать определенные основы, он должен строить определенные уже модели связи. Мы это будем пробовать делать. То есть, в принципе, все то, что необходимо, с точки зрения нашего быта, мы это будем изучать. И там, где это не нужно, я не буду погружаться в дебри, поскольку вряд ли кто-то с HR переквалифицируется в специалиста в статистике после нашего курса. Очень вряд ли. Так, что еще? У нас есть домашнее задание. После каждого урока, собственно говоря. И я искренне призываю с ними поработать, поскольку это возможность, что называется, набить руку о том сказанном, что мы проговорим на уроке, попробовать те или иные способы. То есть, задания напрямую связаны с тем, что мы проговариваем, тем, что мы изучаем. И, собственно говоря, возможно их даже выполнять на каких-то своих реальных кейсах, если вы готовы делиться данными, либо данными подставными. Не суть. Если эти задания как-то коррелируют, да, слово такое, которое мы будем изучать, и с вашими текущими кейсами, то я буду только рад, если вы будете эти кейсы, собственно говоря, подставлять. Окей, что еще? Домашнее задание очень рекомендую все-таки выполнять. У нас есть чат. Вы наверняка там, кто в группе, да, вы уже в нем. Там мы обмениваемся самой разной информацией. Он такой достаточно всегда у нас активный. Значит, сейчас в нем тихо. На занятии третьем там уже тихо не будет. Я делюсь различной информацией, которая у меня есть, помимо наших занятий, обсуждания вопросов, если появляются вопросы, возможно, там в домашнем задании, в чем-то еще. Желательно их писать в чат. Это все-таки капельку болезней с учредением того, что эти вопросы видят все участники и ответ один на всех, да. Это хорошо. Да, что еще попрошу. У нас есть такое правило, по сути, на всех курсах Академии, что мы, когда мы подключены онлайн, да, мы выключаем микрофон, мы выключаем камеры. А то иногда можно такое увидеть и подслушать, что, ого, и другу не мешаем. Хорошо. Вопросы ваши. Конечно же, я готов в любой момент их увидеть. Пишите, пожалуйста, в чат. Только не голосом, пожалуйста. Микрофоны выключены. Напишите, пожалуйста, в чат. Я всегда туда поглядываю. В любой момент готов остановиться, вернуться к вопросу и пойти дальше. Так, собственно говоря, и надо. Так вот, что сегодня? Сегодня ведение вечера на ритику. Я не хочу грузить чем-то сложным. Я хочу, чтобы мы поговорили о каких-то истоках, наверное, да. И это будет достаточно для первого занятия. Дальше, конечно же, будет немного сложнее. Так вот, я скипаю слайды, там, общеинформационные, собственно говоря. Давайте я сразу перейду к такой табличке, которую я успешно позаимствовал у Джоша Берсина. Надеюсь, он не в обиде на меня за это. И мой месседж первый, который я всегда говорю, где бы я ни выступал, где бы я ни печатался, либо на уроках, что HR-аналитика – это не какой-то феномен, это не чудо, это не какой-то космос, который взялся ниоткуда, то ли дань моде, то ли дань еще чему-то. Абсолютно нет. HR-аналитика, People Analytics, как угодно можно это называть, это логичный этап, следующий шаг пускай будет, который уже произошел лет 10 тому назад примерно, даже чуть больше, с точки зрения развития аналитики в целом в компании. Дело в том, что мы четко это видим на этой визуализации, что были своего рода этапы эволюции аналитики в целом. Когда компании работали в 50-х годах, условно говоря, то там были одни условия, дальше другие, сейчас третьи, будут четвертые, пятые и так дальше. Если сначала анализировали что-то менее воодушевленное, либо вообще не воодушевленное, а-ля деньги, логистические процессы, производство и так дальше, то наступало время, когда этого становилось мало. Становилось мало в случае зрения того, как принимать решение. Само требование к принятию решений поменялось. Ну и меняется, естественно, это же не секрет и это не новость. Потом пошли анализы клиентов, рынков, уже что-то воодушевленное, потому что нельзя уже было без глубокого анализа, уже и данных накопилось, собственно говоря, в компаниях за это время. Нельзя было выходить на какие-то решения в области маркетинга или клиентов, которые не лежат на поверхности, не так просто к ним прийти. Они не, как я уже сказал, они не на поверхности. Надо покопаться, надо погрузиться и находить эти скрытые смыслы, связи, инсайты и, собственно говоря, их реализовывать. Ну и до что дело до People Analytics. Поскольку ни для кого не секрет, что это один из ключевых ресурсов компании. И, собственно говоря, попросту управлять HR по наитию, по руководствуясь тем, что показалось, либо чисто профессиональным ощущениями, это уже недостаточно. Недостаточно, учитывая то, как некоторые компании относятся к HR менеджменту и насколько много это для них, и насколько важно это для них. И мы посмотрим дальше, кто был, собственно говоря, законодателем мод в HR аналитике, кто задал ход и тональность всему этому процессу. Поэтому, собственно говоря, как я уже сказал, чудо не произошло. Просто все ранее наработанные человечеством инструменты анализа, подходы и так дальше, пришло время, что без них все больше и больше в HR нельзя. Нельзя ничего не считать, нельзя не иметь запроса на информацию хотя бы на полшажочка наперед и так дальше. Поэтому в HR аналитике нет ничего особенного. Это те же инструменты, которые уже десятки лет применяются в продажах, в анализе любых данных, чисел и так дальше. Просто пришло время их применять в HR. Вот, собственно говоря, и все. И нет никакого специального инструментария именно HR анализа. Абсолютно нет. Ничего уникального. Так вот, возвращаясь к вопросу, что такое HR аналитика, мы понимаем, что это некий процесс сбора, обработки информации с применением научных, научных, подчеркну это слово, и сейчас к нему вернусь, научных методов анализа, научных методов работы с информацией. Для чего? Для того, чтобы мы максимально правильно принимали решения. Не на глаз, не по ощущениям, не по косвенным признакам, а применяли решения за счет каких-то неких объективностей. Объективности – это научные подходы. Это так громко звучит, научный подход. А в принципе, если вы посмотрите на термометр, градусник, да, и сколько там, какая температура за окном, это тоже научный метод измерения. Есть какие-то некие признаки научного, объективного подхода. Какие? Все очень просто. Есть, ну, по сути, с каждым методом, с которым мы будем работать, с каждым методом, у него будут принципы или признаки научности. То есть, первое – формальная логика. Формальная логика – это язык цифр. Язык цифр – это здравый смысл. Что больше – это больше, что меньше за что-то – это меньше, и спорить с этим, собственно говоря, практически невозможно. Второй момент в научности – это объективность. И нам нужно научиться применять такие способы анализа, и применять такой инструментарий, что неважно, кто бы проводил этот анализ, неважно кто, данные бы и результаты были одними и теми же. Отсюда еще один момент – это воспроизводимость. Неважно, сколько раз бы мы не повторяли какой-то эксперимент нашими инструментами, и неважно, кто бы это делал, мы получаем один и тот же результат. То есть, мы как-то так должны научиться, я не знаю, измерять вовлеченность, либо измерять лояльность, либо измерять стоимость процессов, что кто бы не взялся за эту формулу, условно говоря, результат будет одинаков. Сколько мы бы раз подряд не посчитали, результат не поменяется. Вот это уже признаки научности. Вот это уже не скажут, что показалось, почуялось или что-то в этом роде. Прозрачность. Это означает, что мы понимаем каждый шажочек, каждый этап в нашем, возможно, исследовании, в нашем, возможно, анализе, они живут разной сложности. Это не всегда одноходовка, посчитать какой-то индикатор, текучесть, например, либо сколько офферов у нас принимает из ста кандидатов, которые мы их предложили. Бывают достаточно сложные вещи. И прозрачность – это когда мы понимаем и легко можем объяснить, собственно говоря, все то, что мы делали. Эмпирическая проверяемость – это классический принцип, еще один научного подхода везде, не только, естественно, в ИЧАРе, когда мы можем то, что мы меряем, в принципе, чисто теоретически увидеть. То есть, если мы измеряем текучесть, и она у нас, предположим, 5% в месяц, и, соответственно, если она у нас есть, то какое-то количество сотрудников в компании покинуло за этот период, то, в принципе, мы эмпирически могли же это видеть, то есть мы могли же это наблюдать, когда сотрудники увольняются один за другим. Какое-то количество – можем. Соответственно, вот еще один признак научности, что все то, что мы считаем, в принципе, это можно и увидеть, чисто теоретически хотя бы. Не всегда такая есть просто возможность. ИЧАР-аналитика, в частности, она не стояла на месте, она с чего-то начиналась, чем-то продолжалась и чем-то продолжается сейчас. И компании находятся на разных этапах развития ИЧАР-аналитики. И вот эти разные этапы, они характеризуются разными инструментами ИЧАР-аналитики, разными подходами. Вот это тоже я хочу, чтобы мы усвоили буквально на первом занятии, дальше к этому не возвращались. Есть вот такая, как сказать, визуализация прогресса инструментов ИЧАР-анализа. Но даже я бы сказал не инструментов, а я бы даже сказал прогресса, глубины вопросов, которые задаются в рамках ИЧАР-аналитики. Потому что тут нет инструментов, инструменты сидят внутри каждого этого кружочка, будем говорить. Но это, скажем так, сложность вопросов, которые поднимаются в рамках того или иного уровня ИЧАР-аналитики. И если у компании, например, ИЧАР-аналитики нет, ну как бы окей, ее нет, ничего не считается, ничего не трекается, нет никакого отслеживания, ну супер. Возможно, там и не надо это делать. Вполне могу допустить такое на каком-то ранних стадиях развития компании, стартапах, где два человека работают, там нечего анализировать. Но обычно компании начинают свой первый шаг из, собственно говоря, индикаторов, операционных индикаторов эффективности ИЧАР-процесса. Это порой не так просто. Легко скачать в интернете библиотеку индикаторов, их там миллион в сети, но очень важно их правильно подобрать, исходя из той управленческой логики, которую вы преследуете, исходя из корпоративных культур, исходя из бенчмарка, исходя из еще десяток факторов, о которых мы будем говорить, по-моему, на пятом занятии, либо на четвертом, того же точно не припомню. И для некоторых компаний, особенно больших, построение системы операционных индикаторов это целые проекты, чуть ли не на полгода, либо еще дольше. И есть статистика, что 68% компаний, которые, ну, из 100%, которые в принципе говорят, что у них там ИЧАР-аналитика не на нуле, это они имеют в виду, вот эти 68%, что у них представлено на ИЧАР-индикаторами, и они хотя бы вот это делают уже хорошо. Окей. Что такое следующий шаг? Чуть сложнее. Чуть сложнее и чуть продвинутее, скажем так, когда у нас есть, опять-таки, ЧАР-индикаторы, но мы их сравниваем, мы их анализируем не только с точки зрения, скажем так, нашей чисто внутренней кухни и нашего внутреннего представления, что такое хорошо, что такое плохо. Это уже мы начинаем поглядывать на внешний мир. И мы прекрасно понимаем и знаем и отслеживаем, как представлены, какими значениями представлена индустрия в наших ИЧАР-аналитикаторах. Какая стоимость найма в аутсорсе, в аутстафе считается за норму? Какой процент текучести в рознице? Какой, не знаю, процент прохождения испытательного, там еще где-то? Там стоимость найма и так далее, что-то подобное. Или там время найма. То есть есть уже в каждой индустрии понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Это очень усредненно, это понятно, но все равно это какой-то ориентир. Если компании в лице ИЧАР-директора, ИЧАР-менеджера, не знаю, задаются себе вопросом, что в принципе мы еще поглядываем на них и понимаем, как мы относимся с нашими индикаторами относительно рынка. Если это выстроено плюс-минус системно, какой-то периодичностью прям отслеживается, это уже более высокий уровень, 100%. Еще более высокий уровень, когда мы работаем с короборд-картами. Мы будем об этом говорить, ну по сути, когда там чуть ли не каждая наша позиция, чуть ли не каждая наша должность имеет некий, это чистая ИЧАР-ская задача, кстати, имеет некий профиль должности в своих, ну не скажу KPI, индикаторе эффективности. Потому что почему-то, когда я говорю KPI, ну да, когда я употребляю слово KPI, для меня это что-то такое, что лежит в бонусной схеме. А далеко не все индикаторы лежат в бонусных схемах, это же как бы понятно. Так вот, более высокий уровень, когда есть структурированный скорборд, индивидуальные перформанс-скорборды, например, в нашей компании это есть, которые легко дают ответ на вопрос, что должен сделать сотрудник с точки зрения его процесса, на разных временных периодах. Все тоже строится, в принципе, на индикаторах, только это еще там чуть более систематизировано. И, скажем так, декомпозиция уже на индивидуальный уровень, не только на уровне функций. Следующий уровень, что принято считать еще более продвинутым, это когда мы очень качественно проводим внутренние опросы в компании. Их есть очень много, естественно, от измерения вовлеченности, лояльности до каких-то бытовых опросов, 360 и так дальше. Если у нас максимально методично это выстроено, я скажу, что по моим наблюдениям очень скромным возможно, выборка как бы небольшая, но примерно половина коллег по цеху, они ноль методики проведения опросов. Просто, потому что человек этому не учит, оно как бы и понятно. А там есть, что позаимствовать в той же социологии, в статистике, и мы будем сам это учить. Так вот, чтобы нормально провести опрос, это что-то знать в организации этого проекта, будем так даже говорить. Если в компаниях выстроен вот этот инструмент забора и анализа информации, делать это максимально методично, ну, это уже, скажем так, к точке зрения знаний, это уже куда больше, чем просто индикаторы. Куда больше, 100%. Ну, и при этом считать, что вот это то, что вот эти четыре стейджа, четыре уровня, это то, что мы как будто бы едем в машине и смотрим в зеркало заднего вида, это такая ретроспектива какая-то. А три следующих уровня, это уже с возможностью увидеть что-то наперед. И три следующих уровня, конечно же, требуют специальных знаний. И, скажем так, это знания такие специальные аналитические. И, собственно говоря, там во многом наш курс на это нацелен. Ну, самое простое из advanced аналитики, я бы сказал, это корреляция, когда мы умеем находить взаимосвязи между массивами чисел. У нас будет сегодня один пример. Мы не будем, естественно, такой корреляцией, естественно, это тема отдельной половины урока примерно. Но я вам покажу, как вот в реальности это может применяться, и это живой реальный кейс. Взаимосвязи между массивами данных, количественных данных, подчеркну, количественных, не текстовых, количественных. Ну, предположим, там, я не знаю, связь между, это тот кейс, который я вам покажу, связь между возрастом и продуктивностью. Конкретно взятой компанией. Возраст – это какой-то фактор, он что-то привносит в продуктивность статистически, либо это ничего. Непонятно. Глобальных исследований нет. Каждая компания может быть совершенно по-разному, просто потому, что влияют еще другие факторы с точки зрения корпоративной культуры. Вот самый простой пример. Следующий пункт, еще более сложный, потому что там целый комплекс статистических штук, хотя их не так сложно усвоить, но все-таки нужна помощь, как правило. Это поиск инсайтов. Это работа с гипотезами. То есть у нас, как и в любой другой, кстати, области знаний, есть маркетинговые гипотезы, например. Есть определенные мысли, предположения, что мы, возможно, имеем возможность наблюдать, и, возможно, какие-то вопросы у нас взлетают, и мы хотим этот вопрос исследовать. Ну, предположим, а есть ли разница вообще, откуда у нас сотрудники? То ли они столичные, то ли они из регионов, то ли они из какой-то группы университетов, то ли вообще неважно, есть ли у них высшее образование. Возможно, есть какие-то причины, которые нам кажутся, опять-таки, по наитию, которые явно влияют на то, что какие-то сотрудники в нашей компании остаются дольше, а какие-то уходят быстрее, какие-то более продуктивные, какие-то нет. Это все гипотезы, предположения. Но с этими гипотезами можно работать математически и доказывать их теми же инструментами, кстати, абсолютно теми же, которые применяются в доказательной медицине. Да, там все те же статистические критерии, которые применяются для того, чтобы понять, таблетки помогают, короче говоря, либо не помогают. Их надо пускать в производство, либо их надо дорабатывать. Примерно точно так же мы будем ставить вопросы в HR в плане гипотез, и как раз темой гипотез мы завершим сегодняшнее занятие. Ну и там высший пилотаж, как принято считать, это прогнозирование, когда мы, опять-таки, вооружившись определенным базисом статистики, можем, глядя на определенный массив данных, увидеть чуть-чуть наперед, что будет. Здесь, конечно, нет предела совершенства, потому что можно анализировать просто массивы данных. И, собственно говоря, их, скажем так, протягивать на какой-то период вперед с точки зрения прогноза. Можно строить очень сложные модели, которые под силу подстроить, я не знаю, людям, которые аналитики и статистики отдали лет 30 своей жизни. Сложные там логистические регрессии, которые могут предсказывать уходы отдельно взятых сотрудников с точностью до 95%. Но это очень большие деньги, и, собственно говоря, мы хотя бы в теории должны понимать, как это происходит. Но работает, конечно же, с чем-то более приземленным. У нас будет отдельный урок, предпоследний, по-моему. Да, точно. По поводу предиктивной аналитики мы будем с вами строить модели связи между показателями, прогнозировать одни показатели через другие. Все это будет. Вот так, друзья, в принципе, вот такой визуальный прогресс инструментов и подходов к вечер-анализу. Я хочу, чтобы в следующих несколько десяток минут мы уделили вопросу, кто же все-таки преуспел вечер-аналитики с точки зрения компаний. И, собственно говоря, я не буду... Я прошу прощения, какие-то у нас связи проблем вроде все нормально. Я не буду зачитывать все подряд. Это та информация, с которой вы можете вполне ознакомиться самостоятельно. Я так, знаете, тезисно пройдусь по этим компаниям, которые заложили определенную моду и заложили определенные тренды в организации аналитики. Итак, компания Google. Куда же без компании Google, собственно говоря? Хотя чуть-чуть отлучусь в сторону, скажу, что далеко не только IT-компании преуспели в HR-аналитике. Да, мы привыкли считать, что они одни из самых высокоэффективных, но, собственно говоря, не обязательно. Есть и другие сферы, где с HR-анализом все хорошо. Так вот, Google... Да, еще такой момент скажу, что каждая компания, когда выстраивая HR-аналитику, она выстраивала, исходя из своих конкретных потребностей, исходя из того, что наболело конкретно для нее. Не из того, что модно, не из того, что в других компаниях, а из того, что надо конкретно ей. Вот, предположим, Google. У Google был вопрос, какие инструменты оценки соискателей самые релевантные с точки зрения конкретно вот этой взятой компании. И вот они начали копать в эту сторону. Смотрели корреляцию между различными вопросами, ответами, потом, как эти кандидаты себя показывали как сотрудники. И, собственно говоря, у них это был очень известный, значимый проект. В итоге они там выбрали ряд буквально вопросов, которые потом там разошлись по всему миру в качестве задачек различных там и так дальше. которые, было доказано, что они максимально качественно оценивают кандидатов. Кстати, на примере Google мы видим, что HR-аналитику развивали не HR-ы, отнюдь не HR-ы. HR-аналитику развивали специалисты в аналитике, доктора наук, кандидаты наук и так дальше, которые были заимствованы на аутсорсе и так дальше, для того, чтобы начать. Это потом уже HR-ы, подкованные в анализе, поддерживали эти процессы, а начинали совершенно не HR-ы. Хьюлитт Пакетт, она из тех компаний, которые, собственно говоря, ставила вопрос таким образом, как же проследить, как же проанализировать, кто конкретно компанию покинет. И, собственно говоря, они во многом преуспели, поскольку их модель анализа, их модель прогноза, точнее, считается одной из самых точных. И там видны на презентации цифры, сколько денег они успели сэкономить в тот момент, когда они начали понимать, что, собственно говоря, кто компанию покинет, и это в итоге вывелось в большую экономию бюджета. IBM вообще имеет самую продвинутую, скажем так, принято считать, самую продвинутую модель прогноза, поскольку точность прогноза 95%. Когда-то они на конференции, есть в интернете, кстати, очень много информации по этому поводу. Эту модель, ну, как не модель показывали, а показывали с точки зрения писательной части. И, собственно говоря, по сути, Хьюлитт Пакетт и IBM стали первыми компаниями, которые сделали модели прогноза ухода сотрудника максимально точными. И примерно это было в одно и то же время, примерно 10 лет тому назад. Есть примеры других компаний, которые всем нам известны, которые, собственно говоря, тоже шли по своему пути. Coca-Cola, например, начал отслеживать корреляцию между качеством коммуникации в компании, вот, казалось бы, такое абстрактное понятие, как качество коммуникации в компании. Как это влияет на продуктивность сотрудников, например. Они это цифровали, они это показали, развели в модель. И я вам скажу, что вы будете тоже уметь это делать. У меня, кстати, был в такой частной практике не так давно кейс, в который как раз был связан, это была российская компания, и мне было очень приятно, кстати, я был приятно удивлен, что компании не где-то далеко на западе, компании, которые поближе, собственно говоря, они уже поднимают такие вопросы. И там как раз был запрос на то, чтобы посчитать, как качество коммуникации между менеджером и подчиненным влияет на продуктивность работы подчиненного. Ну, не только на продуктивность, там еще на ряд других моментов, но продуктивность в том числе. Я вам покажу, как это считается. Главное, чтобы можно было оцифровать качество коммуникации с специальными опросниками и так дальше. Если получится это сделать, то дальше дело техники, что называется. Нильсен тоже, компания всем известная, маркетинг, маркетинг-исследования, они тоже работали над моделями прогноза уходов сотрудников. Ну и так дальше. Компаний много, я не буду всех перечислять. Есть некоторые компании, которые отслеживали, например, с каких университетов сотрудники более продуктивны, более их, что называется. Мы это тоже научимся делать. Это достаточно несложная гипотеза. В компании Shell, например, был вопрос, поскольку мы знаем, чем занимается компания Shell, там достаточно высокий рикс травматичности и так дальше. Соответственно, они изучали в свое время, какие же факторы влияют на травматизм. Какими же факторами, как это надо учитывать при подборе, как это надо учитывать при профиле сотрудника, чтобы уменьшать риски травматичности в целом по компании за счет того, что мы берем тех сотрудников с определенными качествами, характеристиками, которые, как доказано, уже внутри влияют на снижение таких нехороших явлений. В общем, каждая компания, опять-таки повторюсь, шла своим путем. Здесь понятно, что далеко не все компании. Здесь нет компании Philips, здесь нет компании Sony, например, которая тоже примерно в это время начала поднимать вопросы консолидации отчетности, вопросы выстраивания HR-индикаторов по консолидированному, по всему миру, по всем офисам и так дальше. Вопросы предиктивной наличии. Все. В принципе, если это интересно, это достаточно легко найти в сети. Но также скажу, что разные компании имеют разные размеры отдела HR-индики. У кого-то это два человека, как в Хьюлит-Паккер, например, точнее, из двоих людей начиналось, и, собственно говоря, там они стали не намного больше, не намного велики. А где-то это 70 человек, как в Волмарте. Представляете, отдел или сектор HR-индики насчитывает 70 человек. Фантастика. К чему пришли. Окей. Я скажу, что все, чем дальше, я сталкиваюсь с частной практикой консультацией компаний. И это радует, что поднимаются те вопросы, которые, да, возможно, раньше в компаниях западных поднимались 10-8 лет назад, но сейчас все больше и больше. Это не ново для компаний, для компаний отечественных. Что, конечно же, радует. Вот эта дистанция, ну, как и в менеджменте, собственно говоря, она сокращается. Следующий вопрос, которому я хотел бы посвятить время, это практика HR-анализа. Ну, простыми словами, что можно анализировать. Я думал, как подойти правильно к этому вопросу, поскольку можно просто сделать целый, там, я не знаю, каталог HR-аналитических запросов или вопросов, да, и там о нем рассказать. Но я решил как-то структурировать больше, да, собственно говоря, вот этот массив вопросов и отталкивался от классического, классических, точнее, этапов развития компании. Дело в том, что, ну, вы согласитесь со мной, да, что компания на стартапе, компания на росте, на этапе зарелости, это совершенно разные компании с точки зрения организации всего. С точки зрения организации HR-функции в частности. HR-функция на разных этапах, она не одинакова с точки зрения изобилия HR-процессов, с точки зрения вариативности инструментов, бюджетов, ну, там, глубины подходов и так дальше. Соответственно, если не одинакова HR-функция, где-то она более развита, где-то в зародыше, соответственно, и HR-аналитика тоже будет не одинакова, потому что попросту на ранних стадиях работы компании нечего особо анализировать. Но все же что-то есть, да. Вот давайте вот по каждому этапу мы с вами пройдемся и, ну, скажем так, затронем какие-то классические HR-вопросы, ну, HR-аналитические вопросы, точнее, да, которым, ну, уж точно есть место быть. Это не означает, что это какой-то исчерпывающий список, но это в основном то, да, что можно уж точно встретить. Ну, давайте начнем со стартапом. Вы, возможно, понимая, в каких этапах находится ваша компания, да, можете как-то проводить какие-то параллели, да, и буду рад вашим вопросам. Ну, стартап, мы понимаем, что такое стартап, да, компания подняла первый раунд инвестиций, есть четкое понимание, в каком направлении будет развитие, ну, с точки зрения хотя бы чем заниматься. Есть первые люди, есть первые клиенты, пока не так важно это бизнес профит, профитный, прибыльный, либо, возможно, пока не очень. Ну, собственно говоря, уже есть какой-то, ну, какой-то MVP, минимально организованный механизм продажи, получения инкома и так дальше. Здесь, ну, далеко не всегда, во-первых, есть HR-функция, далеко не всегда, но все чаще-чаще, где я вижу кейсы, где, ну, один из первых людей в стартапе это HR-генералист, который помогает, ну, как правая рука фаундеров, там, ко-фаундеров и так дальше в выстраивании вопросов работы с сотрудниками, уже вот в начале хотят делать все максимально правильно, ну, это, конечно же, круто. Так вот, анализировать пока нечего, нет какого-то потока людей в компании, нет соискателей, нет какого-то пройденного пути и, собственно говоря, полученных, да, накопленных, точнее, данных, в которых надо хорошо бы пока пошиться и там что-то найти интересного, что на поверхности не лежит, нет этого всего. Но можно, но может ли чем-то все-таки вся аналитика помочь на данном этапе? Ну, может. Я, кстати, здесь не писал о рекрутменте, поскольку на стартап, ну, на уровне стартапа, как правило, централизованного рекрутинга нет. Он там на этапе роста, мы сейчас о нем поговорим дальше. Очень часто люди в стартап приводятся с определенного нетворка. И этого до какого-то момента достаточно. Поэтому я тут вынес заскопки. Казалось бы, базовую HR-функцию. Так вот, во-первых, несмотря на то, у нас компания какого размера, мы должны уже анализировать рынок труда. Потому что мы же понимаем, у нас есть какая-то визия. Ну, если у нас, не у нас в HR-ах, то у наших руководителей, фаундеров так точно, хорошо бы, чтобы у нас тоже уже было от них. Есть какая-то визия вообще, куда мы будем идти, какая дорога похожа наше. И в ответе на вопрос, какая дорога наша, мы должны ответить на вопрос, и хотя бы задать вопрос, а где мы будем на рынке труда? Мы с кем будем конкурировать? Нам какие нужны сотрудники? Сколько они стоят? Во что нам обойдется? Это конкуренция. А сколько мы будем нанимать? На какие условия? И так дальше. Это уже все, пускай, скажем так, казалось бы, это что-то такое, наверное, примитивное, но это достаточно важное с точки зрения этого этапа работы компании. Если у нас уже есть персонал на стартапе, на этапе стартапа, на этапе стартапа, у нас уже есть косты, расходы. Управлять расходами на персонал нужно сразу. Мы об этом еще не расскажем, но в принципе это возможность сейчас аналитики помочь правильно отслеживать, как мы управляем расходами на персонал и помогать компании понять, что происходит на рынке труда, с какими вызовами она должна быть готова столкнуться, с какими цифрами, реалиями и так дальше. Практика задач отсюда же вытекает. HR денчмарки по аналогичным проектам, то есть мысли мы всегда кстати вам скажу сколько я не общаюсь и работал не один раз в стартапах в проектной основе в частности. Всегда кофаундерам интересно. Еще компания компания знаете вот как маленький птенец где если присмотреться то даже видно органы прозрачные вот прям все перья нет. Вот даже когда компания примерно в такой аналогии уже хочется кофаундерам видеть а как мы а как другие компания или как в других компаниях которые тоже вот встают на ноги только-только и а как там а что принято много что принято мало это всегда интересно и вот первый запрос на такой HR бенчмарк он уже есть на самых ранних стадиях компании это хорошо кстати это хорошо когда от первых лиц идет такая инициатива ну не идет ну давайте пускай идет от HR специалист окей это тоже хорошо анализ анализ труда по категориям сотрудников понятно управление фоном оплаты труда на этапе роста это больше видно но то как особенности компания стартап не приносит пока прибыли есть какой-то денежный поток окей но в целом там кэшфол отрицательный пенели отрицательный то надо и мы там живем на деньги которые у нас инвестировали которые имеют свойство заканчиваться то хорошо бы нам анализировать и понимать не слишком мы себя начинаем не проедать это важно и важно не только чтобы финансовый менеджер и кто отвечает за финансы смотрел но и чтобы HR смотрел в этом тоже на этапе роста когда мы уже точно понимаем что у нас за модель как бы в каком рынке мы будем представлены будем развиваться на этапе роста конечно же возможности HR аналитики больше поскольку начинается централизация одних HR функций ну уж точно рекрутинга уж точно потому что рост нельзя обеспечить если компания не растет в людях но это очень небольшой процент компаний где там возможно это не прямо пропорциональные вещи это рост в людях и рост в деньгах в основном именно так поэтому функция рекрутинга централизуется соответственно надо операционно ей управлять и операционные индикаторы там нужны правильно подобранные и так дальше адаптация понятно даже не буду проговаривать в компании где достаточно динамично увеличивается штат не минуя будут ну скажем так не минуя будут должны быть поданы поднятые вопросы аналитики лояльности и вовлеченности у нас целый урок об этом будет но это уже та стадия на которую уже эти вопросы поднимать явно управление затратами на персонал особенно когда компания динамично растет это очень важно очень важно возможно уже есть смысл на этом этапе поглядывать анализировать ну какие-то конкурентные преимущества компании выделять евепи работать в сторону получения и анализа информации почему же нас выбирают или должны выбирать или могут выбирать или наоборот что является не самой сильной стороной нашей на рынке труда вот это определенные уже возможности аналитики вот те направления которые в принципе уже можно покрывать помогая бизнес какие задачи конкретно это потом вытекает ну собственно говоря прямо пропорциональные и логические исходя из вот этих всех направлений работы выбор операционных индикаторов по функциям если мы выбрали наверняка мы хотим как-то организовать сбор этих данных какая-то нужная инфраструктура какие-то HR информационные системы АТС системы или какие-то бизнес интеллигент системы не знаю смотря о каких компаниях мы говорим вот и сколько есть денег на это все отчеты внутренние опросы если мы говорим о лояльности и вовлеченности HR финансовые индикаторы если мы говорим о управлении затратами вот это собственно говоря уже ну такой я бы сказал достаточно весомый кусок работы вот кстати по поводу анализа фонд вот почему на этапе роста это очень важно поскольку давайте так чтобы было видно почему это важно поскольку компания растет в людях она растет в своих затратах и ну один из HR финансовых индикаторов это соотношение темпов роста revenue выручки и фонда оплаты труда и по-хорошему фонда оплаты труда должен расти более умеренными темпами чем растет выручка но в процентном отношении и соответственно фонда оплаты труда точнее доля фонда оплаты труда в выручке тоже должна быть примерно одинаковой если компания растет выручки но при этом фонда оплаты труда так растет что его доля тоже вырастает это не очень хороший показатель вот например мы видим поквартально поквартально как растет фонда оплаты труда вот мы видим там ну не знаю в любых денежных единицах условных неважно идет копионный рост выручки да и мы видим что выручка растет ну темпами более что называется ну более ускоренными что что хорошо при этом доля фонда оплаты труда в выручке ну примерно одинаково даже даже немножко падает это в принципе показатель чего это в принципе показатель что мы не что мы берем эффективных людей что у нас затраты точнее рои затрат на одного сотрудника даже не так рои затрат на один доллар условно единицу вложенную в сотрудника в принципе она положительная и собственно говоря мы себя не проедаем да мы растем в людях но мы более ускоренными темпами растем финансов показатель это нормально с эффективностью работы сотрудников у нас все хорошо если бы мы расшли в фоте а выручки расти более умеренными темпами и доля фонда платы труда ну либо общих расходов на персонал что помимо зарплаты в выручке она бы увеличивалась то это конечно же признак что мы что-то делаем не то мы идем явно не туда явно достановить подбор либо мы не тех берем и люди не перформят в среднем так как надо в общем это те вопросы которые финансовый менеджер может и не поднять но и чар поднять их обязан конечно данные есть не всегда это другой момент но вполне можно попросить зрелость компании зрелость это интересное уже более более емкое такое знаете более емкий более широкое я бы сказал поле для практики HR задач поскольку в чем особенность этого этапа особенность в том что компания уже выйдя на определенный уровень уровень продаж доли рынка и так дальше будет пытаться удержать свои позиции компании которые на зрелость на уровне зрелости они не не растут на 40% в год они растут на 2-5% так как рынок растет плюс-минус так растут и они и для них это в принципе норм они уже свое взяли в основном и хотят это все удержать вопрос идет по всем функциям не только в HR вопрос идет о том как удержать эффективность как удержать эффективность как ее повысить и возможности аналитики здесь достаточно много поскольку вот тут как раз надо проявлять максимально глубокие подходы поскольку уже все поверхностные способы повышать эффективность изчерп процессов они уже наверняка исчерпались и надо что-то придумывать а придумывать в том числе за счет того что мы работаем с данными мы находим какие-то новые инсайты новые закономерности мы оцениваем среду мы постоянно сопоставляем мы пробуем прогнозировать хотя бы на определенный период ситуации либо события наперед мы ищем взаимозависимости связи между какими-то отдельными показателями явлениями там прочими событиями мы пытаемся хвататься за каждую соломинку для того чтобы найти выйти на какие-то решения которых раньше не было которым просто так не догадаться но определенная математика нам это подсказывает поэтому здесь как раз и гипотезы здесь как раз и корреляции здесь как раз и взаимосвязи между показателями ну и так дальше то есть в практике задач очень много они касаются самых разных направлений и рекрутмента и работы с существующими сотрудниками но так или иначе так или иначе все равно все будет сводиться к тому что будет как правило поиск причин факторов почему кто-то в компании уходит быстрее почему кто-то в компании перформит а кто-то не перформит почему кто-то в компании остается всегда будет склонность к направлению аналитики на вот эти крайности есть текучка не текучести продуктивный непродуктивный потому что это наверное это основное одно из основных да с точки зрения HR работы привести сотрудника в компанию привлечь чтобы он был максимально продуктивный ну вот как-то так поэтому на этапе зарелости для HR аналитики работы очень много безумно много тем более что уже пройден определенный путь это к этапу заставилости можете десятками лет ну по-разному разных компаний к свой путь в общем есть уже что анализировать очень много сотрудников через компанию прошло втекло вытекло ну кандидатов и так дальше то есть есть уже что-то накопленное в чем можно пока пошлить следующий этап а да кстати вот не так помните я вам говорил кейс который в самом начале кейс который описывает например влияние возраста сотрудников либо количество лет опыта сотрудников как фактор продуктивности то есть например компания на этапе зарелости она ну опять-таки да вот все пробовали пробовали перепробовали и вот тут гипотеза что а может нам надо ориентироваться на какую-то возрастную группу либо можно какой-то определенный объем опыта в той или иной профессии да какие сотрудники нам их надо приводить больше ну давайте попробуем проанализировать есть ли связь вообще между возрастом продуктивностью между 300 лет опыта в сфере своей продуктивности реальный кейс когда значит проанализировали несколько команд каждого прям сотрудника с каждой команды как он перформит и сколько ему лет искали связи не нашли это все ищется через корреляцию я не буду сейчас объяснять как это делать поскольку мы всему этому научимся на третьем занятии не ошибаюсь на третьем занятии сначала посмотрели по возрасту каждого сотрудника потом посмотрели если увидели что нет связи независимо из того сколько лет к продуктивности это ничего не добавляет значимо не добавляет мы посмотрели сколько значит есть ли связь между опытом и продуктивностью опять-таки увидели что в принципе там конечно же чуть больше связь но она незначимая значимая незначимая это тоже будем проговорить соответственно соответственно там нельзя глобально сказать что нашей компании чем больше более опытный там кандидат чем он будет лучше работать но нельзя так статистика нам говорит о другом ответ на взятой компании не означает что нельзя так сказать вообще никогда в жизни это только на конфет на взятые сотрудники компании дальше проанализировали только каждого отдельно и среднее значение по командах там не было несколько 44 команды например да опять так все пример посмотреть что нет опять-таки сильных связей то есть это логично что их нет поскольку есть индивидуальном порядке нет связи то в среднее значение тоже будут показывать отсутствие этой связи поэтому тут не мудрено что так вот такой простой кейс пока понятно что без понимания чтобы корреляция какие какие ошибками она может давать либо какие на наоборот пользы простой пример просто для наглядности как может быть постановка вопросов на этапе спада кстати когда дела идут не очень или пошли не очень для чарной политики тоже достаточно много работы и вопросов поскольку во многом причина кроется в персонале в людях и всей истории с performance drivers с анализом компетенции с анализом вообще работоспособности модели компетенции с возможно форме формированием новых моделей компетенции нам нужны новые сотрудники нового поведения нового формата того чтобы мы выходили из тех ситуаций которые в которой мы например пришли управление затратами конечно же в не очень-то хорошие времена куда же без этого лояльность вовлеченность это тоже что повторяется но это не стоящее только на этапе спада надо это мерить это надо мерить начиная еще от роста соответственно у нас рождается периодная практика задач которая конечно же в чем-то перекликается с предыдущими задачами ну а как же да то есть ну основной месседж мы понимаем что это поиск причин для того чтобы выровнять ситуацию здесь вот этот game changing нам нужно найти причины и с ними сработать но причин есть много опять-таки не кроется не только в и чаре но мы должны на своем участке эти причины находить как развивать в чем развивать анализ потребностей так дальше опять так это не означает что не надо сделать потребности на этапе зрелости нужно но опять когда дела идут не очень то эти вопросы они набула ну скажу так они получают особый смысл особый смысл вот мы видим что задач задачи самые разные самые разные и собственно говоря наибольшее когда компания уже прошла определенный путь прошла определенный путь и она находится на этапе зрелости либо возможно спада каждый спад завершается либо тем что компания прекращает свою работу либо она выходит на новый этап роста в новом продукте на новом рынке ну и так далее что подобное но правильные подходы надо начинать еще на этапе роста уже на этапе роста должны понимать какие данные хорошо бы нам начать собирать о сотрудниках по кандидатах как мы это будем делать какие и чаре индикаторы нам интересуют на нас интересуют в первую очередь вот наш раз компания например да вот моя текущая на на этапе роста активного роста и я буду рад многим поделиться исходя из того как организовано это у нас возможно где-то сапожник без сапог только потому что я все таки операционный директор ничего налить и соответственно у меня фокус далеко не только и чар это процентов 10 моей работы но буду рад я вижу что есть коллеги с аутсорсом я буду рад коммуникации и надеюсь я буду еще больше полезен чем если бы я работал в каком-то другом бизнесе это есть а теперь коллеги коллеги смотрите наш финальный вопрос на сегодня я хочу чтобы это уже такое знаете предметная уже некоторая область предметный вопрос вопрос статистики наверное да и ехать тут пока правда без цифр я хочу чтобы мы разобрались с вами напоследок что такое статистическая гипотеза что это такое простыми словами максимально простыми словами поскольку на advanced уровень аналитики нам тогда не дайте не прийти не попасть а если мы не будем знать вот эти основы так вот гипотеза простыми самыми простыми словами это предположение предположение которое мы себе формируем ставим исходя из того что нам кажется что мы ощущаем пока не понятно это правда либо неправда есть этому место либо нет но это то что в наших мыслях это то что мы хотим исследовать это скажем так нет предмет исследования я вам скажу чтобы поставить правильную гипотезу нужно иметь достаточно неплохую квалификацию потому что и это кстати один опять-таки из ну из из моих фокусов вот фолл с моего фокуса да что я хочу научить постараться научить дело в том что инструменты инструмент инструмент инструментарий аналитический это там это все конечно хорошо и круто но это не основной как бы не неожиданно это звучало это все как а самое главное что и хорош аналитики это первую очередь тот аналитик который умеет ставить интересные вопросы интересные незаурядные которых не может поставить ни один сотрудник в компании а он их ставит по наитию по ощущению по своей фантазии квалификации не знаю чего еще и самое главное чтобы я хотел бы чтобы вы научились это быть вариативным изобретательным в вопросах как раз постановки до в моменте постановки постановки вопросов к чар анализу потому что если вы не будете знать ни одну ни один инструмент но вы умеете ставить вопросы вы можете пойти к своему аналитику эти вопросы вы поставите получить результат ну возможно там с ним будет чуть сложнее работать в плане понимания о чем он говорит ну как-то это еще можно пережить самое главное это как что ссори сарганта что а все остальное все статистики математики модели это как на мой субъективный взгляд важнее первое и вот это из разряда что это гипотеза это предположение научиться их делать чувствовать как-то поднимать вот это достаточно круто с точки зрения теории до гипотеза это предположение когда может быть опровергнута либо принято соответственно мы проводим какие-то операции с данными чтобы понять где же больше правды в том что этому есть место либо скорее всего этому места нет и гипотеза всегда формируется путем ну двух вариантов до двух вариантов некая нулевая гипотеза h0 это так надо просто запомнить и альтернативная гипотеза то есть это два варианта развития событий попросту но смысл в том что нулевая гипотеза то есть вот вот это первый вариант развития событий h0 это всегда с точки зрения формулировки с точки зрения формулировки это всегда нечто о том где нет связи где нет значимости где где нет ничего то есть мы говорим на примере да вот мы видим мы ставим гипотезу что уровень усвоения знаний сотрудников зависит а исходя из носителей информации ну инструкции это либо мы там видео курс сделали мы говорим на самом деле есть разница так вот в такой постановке вопросом нулевая гипотеза вот это первый вариант развития событий это всегда о том что ничего не меняется разницы нет ничто не на ни на что не влияет и так дальше это такое правило альтернативная гипотеза о том что и наоборот есть значимость есть влияние фактора есть называемая статистическая значимость мы будем с вами рассматривать что это такое и собственно говоря каждую каждое предположение можно представить в виде двух вариантов где что-то с чем-то не связано мы изначально говорит изначально говорим да что нет никакой связи ничто ни на что не влияет и только потом через определенную там аналитику инструментарий мы либо принимаем эту версию либо не принимает вот наверное рассмотрим десятка полтора гипотез на третьем уроке они там имеют свою специфику и разделены в три группы но так или иначе мы всегда будем работать с нулевой гипотезой мы будем работать с как раз этой версии что не что нет никакой зависимости связи и так дальше и мы будем давать ответ на вопрос а у нас достаточно оснований так утверждать либо недостаточно что вот если достаточно оснований мы эту гипотезу нулевую до принимаем если нам аналитика подсказывает что недостаточно оснований мы и автоматом отвергаем и автоматом принимаем гипотезу все несложно просто надо потренироваться у вас будет домашнее задание сделать гипотезу а сейчас о трех самых часто встречаемых ошибок при формировании гипотез первое одна гипотеза это одно предположение о чем это я я это о том что если мы говорим предположим что уровень текучести после внедрения компенсационного пакета льгот уменьшился например а то есть есть факт внедрения компенсационного пакета есть показатель текучести никаких больше больше двух скажем так факторов никаких мы сюда не домешиваем мы не говорим что если мы бы построили гипотезу о том что уровень текучести сотрудников уменьшился потому что мы внедрили систему компенсации год я не знаю там еще систему внутреннего обучения ротации так дальше это не гипотеза поскольку там это возможно отдельные кусочки гипотез то есть ее надо разбить если конечно сможем посчитать но здесь ошибка потому что одна гипотеза это одно предположение один фактор иначе мы запутаемся и все второй момент в чем ошибаются что когда мы эти факторы формируем они должны быть такими которые подлежат измерению какого-то ну например а скорость сейчас придумаю скорость закрытия вакансий зависит от ричард бренда здорово скорее всего да но что такое шар бренд ну вот как это измерить непонятно по крайней мере в такой трактовки непонятно если мы например вы сказали узнаваемость компании о вот это уже можно цифровать можно зацепиться и уровень мотивации сотрудников там влияет на что что такое уровень мотивации сотрудника ну какой один показатель говорит на мотивации непонятно если мы будем оперировать например лояльность либо увлеченность вот это уже можно измерить и привести к какой-то конкретной цифре. То есть ошибка может быть в том, что мы можем в гипотезе учитывать такие факторы, которые нельзя посчитать количественным, но они достаточно абстрактные. Ну и структура формирования гипотез, она именно такая, где есть отрицательная часть, и мы как раз с ней работаем, и есть альтернативная версия. Давайте я вам покажу еще несколько гипотез, например, для закрепления материала. Студенты какого-то университета более продуктивны, чем остальных университетов. Вполне гипотеза нормальная и такая житейская. И как раз компания Johnson & Johnson, вот там на слайде мы видим, она в свое время работала с такими гипотезами. H0. Между продуктивностью кандидатов с разных университетов нет никакой связи. Неважно, откуда к нам приходят люди, где они учились, они будут работать, как будут работать. И никакой зависимости там нет. Или она есть, как альтернативная гипотеза. Вот H0 и H1. Например, там тренинг по продажам не принес пользы в результатах работы отдела. Да, гипотеза, вариант развития событий H0, говорит о том, что между результатами до тренинга и после нет никакой значимой разницы. Для нативной гипотеза, что значимая разница есть. Мы с вами будем достаточно детально кейс изучать. Поскольку это очень частый запрос оценить эффективность обучения и просто измерить, например, по отделу продаж, как мы продавали суммарно до или после, этого недостаточно. И мы когда посмотрим чуть больше статистику, и мы поймем почему, что мы там не учитываем, когда мы просто приравниваем данные до и после. Не учитываем много чего. Или, например, гипотеза, что сотрудник какой-то возрастной группы более продуктивный в продажах каких-то групп товаров. Соответственно, альтернативная, точнее, простите, нулевая гипотеза, что никакой связи нет между возрастом и продуктивностью, альтернативная гипотеза, что они есть. И тоже мы будем сами рассматривать максимально подробно кейс, где будет связь между возрастом и продуктивностью в достаточно большом массиве данных. Окей, друзья мои, спасибо. Значит, я еще маленькая зарисовочка финальная, да, и я буду рад вашим вопросам. С точки зрения материала, для первого урока, думаю, наверное, достаточно, да. Немножко приоткрылся кругозор на эти все вопросы, эти аналитические. Я завершить хочу тем, что посоветовать какие-то ресурсы, которые есть смысл читать. Если интересен вопрос о чар-аналитике в целом, да, куда, возможно, там я сам поглядываю. Вот они на слайде, собственно говоря. Есть признанные гуру в HR аналитике. Их не так много, кстати. Тоже очень вам рекомендую на них подписаться, за ними наблюдать. Там Дэвид Грин, Джордж Берсен, Эрик Ван Гюльпен. Это первые, собственно говоря. Первые люди в этом деле. Собственно говоря, я призываю вас, как минимум, там за ними понаблюдать, перейти на их сайты. Там раз в неделю, в две недели что-то новое, интересное да есть. Ну и мне остается озвучить домашнее задание. Я уже о нем упоминал. Собственно говоря, я попрошу вас подготовить 3-4 гипотезы с естественной чар-области, с расшифровкой H0, H1. Попробуйте. По аналогии, как мы только что проговорили, можете, конечно же, отталкиваться от ваших текущих потребностей, текущих вопросов. И потом, когда мы научимся работать с разными видами гипотез, после третьего урока, ваше домашнее задание будет поработать с вашими гипотезами на реальных данных, либо на данных условных, не важно, какие данные. Важно, чтобы мы понимали алгоритмы оценки. Вот это важно. И я буду рад дать обратную связь или помочь, если не будет получаться. Но, пожалуйста, попробуйте. Окей. Друзья, в принципе, наше первое занятие подходит к завершению. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Возможно, есть вопросы от группы, возможно, есть вопросы от наших гостей. Напомню, занятие открытое. Если нет, в принципе, мы можем завершать. Если потом они появятся, и вы их озвучите в чате, в нашем учебном, группе, вполне это нормальная практика, кстати. Хорошо. Вопросов, по крайней мере, я не вижу. Правда, компьютер подвисает, я прошу прощения. Продолжение следует... Продолжение следует... Хорошо, друзья, спасибо большое. В таком случае, наше следующее занятие будет посвящено теме статистики. У нас будет два подряд занятия, где мы будем изучать некий статистический базис и некоторые приемы. Постараюсь сделать так, чтобы было несложно. И апогеем нашего третьего занятия мы должны будем уметь работать, собственно говоря, с нашими гипотезами. Спасибо большое. Кому, у кого, возможно, есть интерес присоединиться к нашей группе, будем рады видеть. И спасибо большое тем, кто уже присоединился. Друзья, всем хорошего вечера. До встречи через неделю. Какая коммуникация у нас будет, вопросы и так дальше, в чате, пожалуйста, в чате мы с вами не прощаемся. Спасибо большое. И до встречи, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.